Но теперь остается главный вопрос, а как далеко цена собирается падать? Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Сегодня видео будет о том, что происходит на рынке. Все мы видели коррекцию от годового пика, и многие задаются вопросом, а до каких отметок может откорректироваться биткоин? В этом ролике вы найдете конкретный ответ на этот вопрос, а также узнаете о новом инструменте, который впредь поможет вам находить локальное дно на бычьих рынках. Надеюсь, вам будет так же интересно, как и мне. Давайте не будем тянуть и приступим сразу к контенту. Ссылка на оригинал, как обычно, будет в описании под видео. Сегодня мы поговорим о двух невероятных биткоин-индикаторах, на которые сейчас мало кто обращает внимание. Тем не менее, за последние 9 лет эти два индикатора никогда не ошибались, предсказывая конкретные низы для биткоина на краткосроке. Поэтому, если вам интересно, обязательно присаживайтесь поудобнее и смотрите этот ролик. И не забудьте поставить лайк. Итак, приступим к индикаторам, о которых я говорил. Один из них мы уже обсуждали ранее, и теперь мы видим, что что-то крутое произошло. Этот индикатор называется Mayor Multiple. Mayor Multiple рассчитывается, основываясь на 200-дневной скользящей, и на том, насколько цена отличается от значения этой 200-дневной. На графике 200-дневная скользящая – это зелёная линия. Как мы видим, чем дальше цена находится от скользящей, тем выше график Mayor Multiple. Поэтому вот этот пик здесь идеально совпадает с пиком Mayor Multiple на уровне 2,4. Резонный вопрос, что ещё за 2,4? При использовании индикатора Mayor Multiple следует обратить особое внимание на два ключевых значения – 1 и 2,4. Если индикатор поднимается выше 1, значит цена биткоина находится выше 200-дневной. Соответственно, если индикатор ниже 1, то цена ниже 200-дневной скользящей. Значение Mayor Multiple ниже 1, очевидно, указывает на медвежье настроение на рынке. С другой стороны, отметки индикатора выше 1 указывают на преобладание покупателей на рынке. Исторически доказано, что значения Mayor Multiple выше 2,4 говорят о развитии спекулятивного пузыря. Теперь, когда значения этих цифр немного прояснились, продолжаем. Поэтому вот этот пик здесь идеально совпадает с пиком Mayor Multiple на уровне 2,4. Это значит, что цена биткоина в этот момент равнялась значению средней 200-дневной скользящей, умноженной на 2,4. Обычно отметка 2,4 была всегда ключевым уровнем на протяжении последних бычьих рынков. Когда на краткосроках цена взрывалась, и в этот момент мы находились перед значительными коррекциями. И на этот раз мы снова отскочили от этого уровня. У нас есть много инструментов, например, Fibonacci, но этот вид индикаторов даже еще более точный. Поэтому я надеюсь, вы будете использовать его и другие, о которых мы рассказывали в своих видео. Некоторые говорят, шляпа эти ваши индикаторы, но просто сами посмотрите, убедитесь, что они всегда дают четкое понимание того, куда идет цена. И как вы видите, здесь индикатор достиг первой цели, 1,7 по майеру, и немного отскочил. Но теперь остается главный вопрос, а как далеко цена собирается падать? Как вы можете видеть, когда мы достигаем бычьей вершины на отметке в 2,4-2,5 по майеру, а у нас, как вы помните, 2,4 вот здесь, всегда это означает скорую коррекцию, которая всегда возвращает цену обратно на нижний край бычьего канала. Это можно увидеть на каждом бычьем рынке. Даже в 2011 году, ребята, мы всегда возвращались к границе бычьего канала. И на этот раз мы уже возвращаемся. Теперь нужно понять, а где именно будет находиться дно коррекции. Как вы видите, мы всегда возвращались, и как минимум, к нижней границе бычьего канала. Что же мы можем здесь увидеть? Мы уже ниже уровня 1,7 по индикатору Myer Multiple. Следующие цели индикатора 1,5 и 1,4 десятых. Чтобы узнать, какой цена будет на этих уровнях, нам нужно взять отметки 200-дневной и умножить сначала на уровень первой цели, это 1,5, а потом на 1,4. Соответственно, первый сценарий это около 9000 долларов. Но самый вероятный сценарий все-таки уровень 1,4, а это 8260 долларов. Хотя мне кажется, будет немножко по-другому, потому что со временем 200-дневная скользящая будет находиться немного выше. Это значит, что и цена поднимется немножко выше. Около 8500 долларов, как мы уже и говорили в других видео. Это будет где-то вот здесь. Да, это не выглядит большим откатом с такого ракурса, но поверьте мне, страха и крови на рынке будет просто неизмеримое количество, когда цена коснется этих уровней. Я считаю, что 8500 долларов это самый вероятный сценарий на данный момент. Но это на краткосроке. А есть еще одна вещь, которая касается долга срока. Посмотрите на это. 350-дневная прямо сейчас скрестилась с 200-дневной. Многие говорят, что история не повторяется, но это очень похоже на повтор. Конечно, нет никаких гарантий, но посмотрите сюда. Да, каждый раз во время таких пересечений и при этом с такими же условиями по индикатору Myer Multiple всегда формировалось локальное дно, а далее продолжался рост. Возвращаясь еще дальше в прошлое, снова видим на таких же уровнях Myer Multiple и при пересечении 350-дневной и 200-дневной также формировалось локальное дно, а дальше продолжался рост. Кстати говоря, речь идет о простых, а не экспоненциальных скользящих, то есть Simple Moving Average. И это самый вероятный сценарий и на сегодня. С тех самых пор, как эти две скользящие пересеклись и все еще не на уровне 1,4 по Myer Multiple. Поэтому цель 8500 долларов сейчас очень актуальная. А теперь давайте проверим изменение цены от локальной вершины до предполагаемого дна в 8500 долларов. И угадайте, что это будет почти 39% отката. А это уже самая большая отметка откатов для бычьих рынков, потому что, как вы знаете, откаты от 30 до 42% на бычьих рынках явление достаточно частое. Собственно, поэтому отметки 8200 и 8500 долларов это те уровни, за которыми мы сейчас следим и на которых мы поставим ордер на покупку. Вот такие мысли, ребята, от Криса. Хотя, если быть честным, ты такую идею предложил еще CryptoCare 24 июня 2019 года. Как по мне, очень интересное предположение и прогноз. Что вы думаете по поводу услышанного? Пользовались ли вы таким индикатором, как Myer Multiple? И вообще, какими индикаторами пользуетесь? Пишите все в комментариях. На этом у меня все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграмм, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатеете. Увидимся завтра. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова